Достанется всем. Пушистым и пернатым жителям Центра спасения диких животных привезли 100 килограммов корма. Центр расположен в парке Победы. С костинцами приехали специалисты Минприроды. Примерно раз в три месяца они навещают зверушек. Этот визит совпал с грядущей праздничной датой. 4 октября во всем мире отмечается День охраны животных. В этот день проходят различные акции, направленные на сохранение биологического разнообразия, на помощь животным, на общение людей с животным миром. Наша съемочная группа познакомилась с животным миром зооцентра. Территория Будто-Ноев-Ковчег населена разными представителями фауны. Маленькие крольчата и их родители свободно гуляют по окрестностям. Еноты снуют по вольерам и разглядывают посетителей. Косуля позирует перед объективами, а волка и вовсе нет дела до гостей. Антатра купается, а лебеди отдыхают в ожидании выздоровления. Все эти животные, кроме кур и кроликов, когда-то были ранены. Здесь их лечат, кормят и помогают вернуться к прежней жизни. Некоторые травмы несовместимы с обитанием в дикой среде. Для поколеченных зверей и птиц этот приют становится домом. Молодой самке орла на Белохвоста повезло. На этой неделе ее отпустят в лес. В центр она попала после того, как ее обнаружили в черте города. Молодая самка, привезенная из территории верхней террасы. Залетела на территорию детской школы искусств. Была очень сильно ослаблена, не смогла взлететь. Пришлось нам ее забрать. Восстановили, откормили. Сейчас очень сильная. В ближайшее время красотки орлицы наденут кольцо с номером идентификации. Сделают это для того, чтобы егеря из других краев смогли узнать, откуда птицы родом. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ.